Друзья, всем привет и вы на канале Ушатайка. В UFC есть сразу несколько бойцов, которые родились в Дагестане, но представляют страны Западной Европы и проживают там. Это Мухаммад Макаев, Великобритания, Насруддин Имавов, Франция, Абусупьян Магомедов, Германия. А скоро к ним, похоже, добавится чемпион французской лиги АРЭС в полусреднем и среднем весах Абдул Абдурагимов. Абдулу 27 лет, его рекорд в ММА 16-1, 13 побед он одержал досрочно, 11 из них сабмишенными. В UFC планирует выступать в легком весе. Как сообщил основатель зала MMA Factory Фернанд Лопес, дебют Абдула в UFC ожидается в сентябре этого года, на турнире промоушена в Париже. Абдурагимов живет в Европе с детства, редко практикует русский. Тем не менее, интервью нашему корреспонденту Евгению Нарижному дал именно на русском. Тут стоит отметить лингвистические способности Абдула. Он говорит на пяти языках. Но обеседовали на самые разные темы. Про переезд в Европу, карьеру в ММА, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева, его грэплинг, трэш-ток и многое другое. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться. И приятного просмотра. Вы родились в Дагестане, в селе Нижний Джангутай. Вот каким вам это место запомнилось? Да, я там родился. Это маленькое село. Очень красивое место для меня. Я там везде гулял, когда я маленький был. Но я долго не жил там, потому что когда я маленький был, уже пришел в Европу, Германию, потом Францию. И уже давно, с 2009 года, живу во Франции, в городе Маннт. Насколько я знаю, вы не занимались единоборствами там, в Дагестане? Да, не занимался. Просто иногда в комнате, когда мотивированный был, в фильме посмотрел, там, ажимания туда-сюда, такие вещи делал. А так в спортзале не был. И здесь во Франции первый раз вольной борьбой начал. И потом, после три года, грапплинг, ЖЖБ. И потом же ММА, 21 год. ММА начал. А вот вы когда ребенком были в Дагестане, среди вас-то сверстники наверняка все занимались чем-то, какими-то видами единоборства. Вы как себя среди них чувствовали? Я много был, я одиноким был много. Мы туда-сюда много двигались. Постоянный дом не был у нас, поэтому я многих детей не видел, короче. Короче, много путешествовали мы, короче, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok А по поводу языков, вы сколько знаете языков всего? Пять. Какие? Мой собственный язык, кумыкский, потом русский, французский, английский и немецкий тоже. А, еще и немецкий успели выучить? Да. Ничего себе. А в кругу семьи, получается, на каком общаетесь? На кумыкском или на русском? Да, дома на кумыкском общаемся. Я так с другими, на французском или на русском. А вот интересно, то есть по-русски вы говорите как бы не в совершенстве, да? А думаете на каком языке? В актуальный момент больше думаю на французском и кумыкском, английском иногда. Все в кремешку, да? А вот интересно, по менталитету вы себя кем ощущаете больше, как сказать, жителем Парижа или горцем? А я всегда считаю себя дагестанцем, как кумык из Дагестана. Это моя личность, где бы я ни был. Просто мое место жительства сегодня это Франция. Для меня это просто место жительства. Я считаю себя как гражданом мира, гражданом мира, короче. Где бы я ни был, мне все равно. Именно всегда есть своя личность. Это как паспорт у тебя есть. Где бы ты ни был, где бы ты ни родился, Если бы твой отец дагестанец, Так что ты дагестанец, я так считаю. Так что я всегда считался как кумык. Поэтому я не забыл свой язык и всегда практикуем и говорим дома на кумыкском. Вы во Франции живете уже больше 20 лет, получается. А вот есть ли во французах какие-то черты характера, которые вам до сих пор непонятны? Как бы вы, не знаю, смириться не можете с ними как-то внутренне? Да, у них свои обычаи. Я привык, уже давно живу здесь, поэтому это меня не удивляет уже. Здесь люди больше мягче, можно сказать, чем у нас дома. Более добрее чуть. Ваше прозвище Лэйзи Кинг, ленивый король. Помните, когда впервые услышали его? Да, это мои друзья мне назвали так. У меня характер такой, чуть ленивый. Ну, это как объяснить? Я ленивый, но... Я готов много страдать один день, чем страдать 10 дней, например, понимаете? Вот так, в таком смысле я ленивый. Например, если веса гонка есть, например, одни делают это, например, когда он 10 килограмм гоняет, они делают это через несколько дней. А я, например, для меня лень это делать так, через несколько дней. Я готов страдать один день, за один день все делаю, короче, все гонять. И потом же все нормально, отдыхаю, короче. Вы во Франции начали тренироваться в зале Дель Рива-Нант. И в 21-м, я так понимаю, стали работать уже с Фернандом Лапесом в МА Факторе. Интересно, почувствовали какое-то повышение уровня, когда перешли в МА Факторе? Да, я всегда жил и тренировался в городе Нант, МА Факторе, он в Париже. И я всегда был в этом зале Дель Рива-Нант. Мой тренер его имя Бетто Рамос. И это он тренер по джутсу, по джутсу, в бразильском джутсу. И я всегда с ним был. Тоже другие тренеры тоже были. И Лапес, он мой менеджер просто. А еще как-то по поводу МА Факторе спросите. То есть вы там вообще не тренировались, не приезжали просто? Да, пару раз тренировались. Но я имею в виду, нету тренж-лагерь там темный с детского. То, что надо мне, здесь есть уже спарринг-партнеры, все есть. Так что иногда пошел я там пару раз, сделал тоже тренировки. Ну, увидел, что у меня дома тоже все нормально. То есть мне того не стоит приезжать, да? Для меня нет пока что, да. То, что надо мне здесь. А вот когда приезжали, интересно, там с кем-то удалось поспарринговать, там, может, не знаю, с Ямавовым или с кем-то другим? Ну, там, там есть специфичные тренировки бывают, там. Например, я пришел, да, давай сегодня вот это, грапплинг попробуем, давай сегодня это делаем. Вот такие. Ямавовым тоже, да, тренировка делал. И тоже очень хороший, сильный боец. Вес есть тоже большой. И такой дух есть, такой не хочешь прогреваться. И это хорошее качество для бойца. И вот так вот нормально все. Перман Лапес вот рассказывал, что вы подпишетесь в UFC в скором времени и выступите на турнире в Париже. Вот интересно, насколько вы сейчас к этому близки? Да, он сказал, что есть хорошее обещание в UFC, что мы будем драться в Париже в сентябре. Но теперь ждем контракта, потому что обещание, это просто обещание, так что ждем просто официального контракта. И покажу, что все нормально идет, все отлично, все хорошо для нас. И как всегда будем продолжать тренироваться и готовиться. У вас ведь уже были, да, раньше попытки подписаться в UFC? Почему до этого не получалось? Попытки как? Так, я лично ничего не делал, потому что это, я там не могу с ним разговаривать, это менеджеры попытались. Не знаю, почему не получилось. Вроде бы все нормально, рекорд есть, по UFC есть, туда-сюда, не знаю, что не хватало. Английский тоже знаем. Ну, ничего, все нормально сейчас, если будет, будет, так что, я хочу всегда быть позитивным, так что мне, все равно, то, что будет, я знаю, что это будет хорошо. Все будет хорошо, это песня, бывает, что хорошо. Абдул, вы всю карьеру соревновались 77-84 килограмма, но планируете, получается, спуститься все 70 килограмм в дебюте в UFC, а вот интересно, зачем? Я сжал два пояса, и, не знаю, уже чуть скучно стало, все уже попробовали, все уже увидели, пояса, мейн-эвенты, туда-сюда главные бои, теперь хочу новое приключение, хочу что-то новое. И я смотрел, я раньше думал, это будет очень трудно, и у меня есть другие цены по физподготовке, это имя Клемо Маркул, тоже очень умный человек, поэтому он знает хорошо. И он мне сказал, давай попробуем гонять вес на 70-тест, чтобы сделать, посмотрим, как получится у тебя. И я попробовал, я увидел, что нормально уходит вес, не очень так трудно, так что это возможно, я подумал, почему нет, если можем, давай пойдем в вес, и у меня тоже много преимуществ будет в этом весе. Потому что я всегда дрался с бойцами, которые выше меня, или тяжелее меня, а теперь это будет наоборот, даже иногда, или будет одинаковым. Чемпион легкого веса сейчас UFC Islam Makhachev, вот вы готовы будете в случае чего с земляком встретиться? Да, я готов, конечно, потому что это спорт для меня, это спорт, это не война, туда-сюда, потому что я лично в зале, когда спарринги делаю, даже с собственным братом тоже спарринг делаю, я его бью. Так что, для меня это спорт, я хочу просто драться с самым лучшим, и стать самым лучшим, так что, вот и вот все. Видите его, за счет чего можно, допустим, победить Махачева, учитывая, что он доминирующий чемпион сейчас? Я лично вижу, что в грапплинге партейре у меня преимущество. Мадеславом? Да. А в чем именно? Ну, то есть он недавно победил? Ну, чисто грапплинг, потому что я же, я черный пояс по джитсу, в бразильском джитсу, потому что есть грапплинг, для ММА есть чистый грапплинг. И я, я привык много чистый грапплинг, я даже сегодня тоже участвую в турнирах грапплинг, то есть я 29 апреля буду участвовать в чемпионат Франции по грапплингу. И я тоже финишер, я, короче, я когда грапплинг делаю, я не делаю, чтобы чисто только позицию, взять только контроль. Я всегда ищу, чтобы финиш взять, что-то болевое или что-то взять. И поэтому я, конечно, грапплинг делать легко, но я считаю, что у меня в этом доме есть преимущество. Вы как раз видео выкладывали в Твиттере, что встретили матчмейкера UFC Мика Мейнерда прямо на улице Парижа. А как это было? Это случайно какая-то встреча была? Да, случайно и не случайно, можно сказать. Потому что мы знали, что UFC будет, потом пришли в Париж, и был там один отель, где все бойцы UFC были, там пошли, и там увидели его случайно. И потом разговаривали туда-сюда, говорили, давай, возможно, там UFC туда-сюда. И он говорит, да, да, конечно, я увидел тебя, знаю туда-сюда. Он говорит, я делал только высшие веса, средний и матчмейкер по этим весам, middleweight, средний вес. Вот так сказал, и вот так, короче, все, маленькое общение было. Абдул, вы вот производите впечатление такого скромного человека. Вот я помню в ноябре на турнире ОРС, там во время боя Пьетро Пенини и Роберта Валентина вы так начали заводить толпу, там всякие делать сальто, и очень такое шоу показали. Это был какой-то спонтанный такой перформанс? Да, спонтанный. Это в один момент был там, что-то непонятное было там, бой остановился. И я посмотрел там, что-то говорю, и потом, не знаю, что-то поднялся у меня, и я спонтанно, давай, пошел, короче, и сальто-мальто туда-сюда. Видел, публика тоже реагирует, и мне тоже это еще, дал еще энергию, чтобы что-то сделать. Да, я люблю, я такой, люблю спонтанно делать что-то, импровизировать, короче. И мои бои тоже креативные, короче. Вы говорили, что готовы дать UFC, то есть не только бои, но и шоу, что вы себя не считаете скромным, знаете английский, готовы на нем, как бы, активно разговаривать. А готовы заниматься таким жестким трештоком, там, в стиле Конора, в стиле Ковингтона? Ну, я готов трешток, но есть умный трешток. Я хочу делать умный трешток, потому что я хочу стать, я имею в виду, я хочу играть в кого-то. Я хочу быть самым себе, и я буду делать трешток, как мой характер, по-умному, короче. Я не такой, я не люблю оскорблять людей туда-сюда. Ну, постараемся делать по-умному, короче, трешток. Потому что сегодня это шоу-бизнес, надо делать что-то, а то всем все равно, сколько боя ты выиграл или какой ты сильный, туда-сюда. Да, если ты скучный, ты ничего не говоришь. Потому что сегодня люди не только смотрят на бой, на технику, они хотят развлечения, короче. Надо дать чуть-чуть развлечения. Такой бизнес сегодня. Вы в Брейфу выступали в одно время и даже в одном весе с Хамзатом Чимаевым. Были какие-то шансы, что вас сведут? Да, один момент был, когда я был чемпионом там. Они хотели, может, с ним поставить, ну, поставили реванш с этим, Ярдан, Ярдан. Альцилави, да. Ну, то есть такая возможность была, но это не развилось ни во что, да? Да, да. Ну, он тоже потом, после этого, один день написал мне в Инстаграме, на Кумбусском написал тоже. Говорит, давай пограпим, ну, матч делаем, пограпим, увидим, кто сильнее. Говорит, давай, проблем нет. В любое время, то есть, да. Ну, что-то не получилось, а потом мы все пошли. Короче, контакт, потом осталось. То есть, вы лично знакомы, да? Потому что у вас же, вы два раза, по-моему, в Брейфе, в одном карте бились. Да, вот так мы увидели, там, разговаривали, там. И один раз в Брейфе, когда Швейцар, Швеция, как Швейцария, Швейцария или Швейцария? Швейцария, да. Когда Швейцария подрался, и там он был, и он нам угощал там, в ресторане, мы покушали вместе, и он добрый, нормальный человек, все по-моему, и вот так. А вы говорите, на Кумыске написал. А я, может, не понимаю чего-то, он же чеченец, он на Кумыске? Да, да, это его друг, Кумыск был, вот так вот. А, понятно. Перед реваншем с Аль Силави у вас там такое жесткое было взвешивание, драка там случилась. Из-за чего-то произошло? Вам там что-то соперник неприятное сказал? А, да, он слишком близко подошел ко мне, и я говорю, да, чуть-чуть отойди, короче. И он мне толкал, короче, лицо, и потом я проходил ноги, и я дал-то сюда. Да, ну вы прям так на него накинулись жестко. Да. У меня еще хороший опыт нет, как у этого, мазь видала там уличные драки у меня. Но все еще осознаю, как делать. А действительно, что вот после того поражения вы даже хотели карьеру завершить, даже вроде как об этом говорили, что завершаете карьеру. Почему такое серьезное решение было 23 года? Да, да. Даже поэтому этот бой, что я проиграл самого себя, короче. Я сам в голове сдался, короче. Перед боем даже я не хотел бой сделать. Ну, не знаю, я пошел в бой и проиграл. И потом, даже перед боем я уже хотел остановить ММА туда, сюда, карьеру. У меня были лишние причины. Ну, потом, ну, как же я прошел через плохие времена, можно сказать. И теперь, хамдуля, все нормально в голове. И физика тоже. Потому что раньше у меня физика тоже не было вообще. Если фото посмотреть, раньше у меня физика вообще как каша была там. Как Бенн Астрин. Мы в Брейв вас могли видеть в национальном головном уборе, получается, в Папахе. А сейчас вроде как вы в нее не выходите, да? Да, потому что у нас слишком маленький стол. А, то есть в башке большая. Из-за этого вам нужно просто размер побольше найти. Да, надо побольше размер. И, не знаю, потому что я тоже хочу иметь свой стиль. Я же говорил, я не хочу копировать других. То есть, потому что уже есть Папаха у Хабиба. И даже другие делают это. Не знаю, хочу что-то, что-то другого хочу. Я что-то многое попробую. Не знаю, еще не нашли. Но уже кличка есть хорошая. Лейзи Кинг, уже другой. Что-то оригинальный. А еще по поводу легкого веса в UFC, вот Лапес говорил, что именно переход в легкий вес вам должен помочь побыстрее получить, как бы, бои с соперниками из 115. Вот можете объяснить, как это должно сработать? Да, потому что я всю карьеру дрался уже 77 и 84 один раз. И я дрался всегда самым лучшим, как опытным бойцом. Я не выбрал мои соперника. Это не был, конечно, мой вес, можно сказать. И теперь 70, у них это преимущество нету. Как у других качек. Они не будут весить 90 кг, 95 кг. Поэтому плюс у меня грапплинг стил. У меня стил, можно сказать, чуть похоже на Хабиба. Просто я плюс больше не контроль ищу, а финиш болевые ищу я, короче. И мы все знаем, что в категории 70 там у них самое слабое место это грапплинг. Там много хороших борцов нету, как в 77. Я верю, что в 77 тоже могу стать, но я знаю, что это будет очень трудно. Трудный путь будет. А в 77 тоже трудно будет, но я знаю, что у меня намного больше шансов выиграть там. Например, представлено Джастин Гейджи. Даже как он проиграл против Хабиба? В грапплинг даже, в тригонник взял. И я что делаю? Я тоже делаю грапплинг. Так что, например, если мне дает Джастин Гейджи, я уже могу подраться с ним. Конечно, опасный боец туда стоит, но партия взял, он вообще как-то белый пояс в партии. Мой менеджер сказал, что он попробует взять бой с кем-то в топ-20. Если он дадут, нормально. Вы так примерялись уже? Кто это мог быть бы? А кто еще не знает? Ну, мы хотим кого-то из топ-20. А вы знаете бойца такого, Шара Буллет, подписался в UFC недавно? Да, знаю это видео. Вот он рассказывал, что UFC, когда подписываешься из других лиг, дает время на очистку организма от всяких веществ, которые могут попасть. Вам об этом говорили? Вам нужно какое-то время, что-то там, так сказать, детокс сделать? Да, я не сказал, потому что я никогда в карьере допинг не делал, у меня много проверяли. Вот последние четыре боя у меня три раза проверяли. И нормально, у меня допинг нет, все натурально, можно сказать, биологически, биологически, биологически машина, короче, все нормально. Мне вот ваш, как сказать, путь ваш, немного напоминает путь, знаете, бойца Мухаммад Макаев, тоже в детстве переехал, тоже из Буйнакска, кстати, но только он в Великобританию, вы во Франции. Знакомости нет? Да, вот так через интернет общаюсь немного, ну, а так такое общение, ну, да, знаю его. Макаев недавно в субситях написал, что он не хотел бы, чтобы его подписывали, что он из России, что там он родился в России. Вот вас это как, вы как к этому относитесь, что, ну, то есть Макаев не хочет себя ассоциировать с Россией. Вы, нормально, то есть, когда вас ассоциируют, например, говорят, что вы там из России и так далее. Мне, мне лично это все равно, я, я не политик, короче, это не маятор, я спортсмен, я боец ММА. Так что мне, мне все равно, какой флаг мне поставить, мне, я вот так считаю. Я на актуальном, я живу во Франции, так что, потому что во Франции они поставят французский флаг, даже, потому что я здесь живу, все моя семья здесь, свою жизнь здесь. Это же логично, короче, вот так. Если я в России жил бы, поставил русский флаг. Я вот так думаю, по этому поводу я голову в цвете не, как там говорится, не ломаю, короче. Вы в одном из интервью назвали себя айфоном от мира ММА, такая красивая метафора. Интересно, вы какой модели айфон? Ну, самый последний, конечно. 14 Pro Max, 1000 гигабайт. Я понял вас. Абдул, большое спасибо вам за интервью, приятно пообщаться было. Спасибо, надеюсь, мой русский нормально. Скоро будет лучше, потому что первое интервью моё на русском. Россия меня еще хорошо не знает, но скоро, начало, думаю, надеюсь узнает и будем веселиться вместе потом.